приветствую вас народ с вами варчик в этом видео поговорим с вами про аукцион стартует он 1 сентября и заканчивается 3 сентября но вначале как обычно покажу трех победителей по 500 золота из прошлого видоса если вы хотите принять участие в розыгрыше золота играйте на рубай регионе вы это можете сделать написав комментарий в конце обязательно не забывайте писать никнейм также подписывайтесь ставьте лайки а если хотите зарабатывать золото просматриваемые стримы можете сделать это на vk play life ссылка в описании продолжаем разговор про наш аукцион первая мысль которая меня посетила когда я его увидел это как же не вовремя только все ресурсы слиты и тут на тебе аукцион но потом когда я увидел танки которые у нас присутствует в аукционе я с ними уже знаком я их видел ттх долгое время они там усулились на тесте циферки туда-сюда двигались у меня уже предварительное мнение про эти танки сложилось и мне есть что про них рассказать я уже примерно понимаю для себя как для игрока что из этого нормальное что ненормальное что мне хочется что не хочется я с вами поделюсь своим мнением расскажу про эти танки что я про них думаю итак в первый день 1 сентября с 12 мск по час ночи мск можно ставить ставки на 1 лот 1 лот у нас прем танк пт-шка американская 9 уровня прем танки 9 уровня это у нас что-то редкое но уже начинает появляться но они практически все слабые и этот танк не исключение этот танк называется тл-7 я считаю его слабым я на нем еще не играл я просто как игрок сделал свои выводы если вы думаете что может быть он все-таки нормальный и вы не согласны со мной что танк слабый тогда давайте поговорим про орудия пт-шки ведь это наверное одно из самых главных в принципе вообще в танке орудие это уже о танке говорит все понравится нам не понравится это одно из самых главных и так смотрите сведение у нас две целых шесть десятых секунды точность 04 снаряда в барабане всего лишь четыре штучки с альфой 360 перезарядка между снарядами внутри барабана две целых три десятых секунды пробитие у нас основным 252 специальным 315 дпм 1700 до орудия вниз опускается на десять градусов но если по но еще и не опускалась тону его в болото и вы скажете что да нормально для седьмого уровня пойдет но это девятка это первое второе стабилизация от поворота корпуса и от движения 028 у к в 2026 у нас стабилизация хуже чем у к в 2 так у нас еще и танк ездит намного быстрее чем какой-то там к в 2 у нас максимальная скорость вперед 50 и удельная мощность 17 у нас прицел будет просто на весь экран так у нас еще и общая перезарядка этих четырех снарядиков с альфой 360 43 секунды ближайший танк который очень сильно похож на вот это это джессор 1008 британская пт 8 уровня там тоже 4 снарядика в барабане они долго перезаряжаются но там пушка хотя бы точная а здесь просто кривая и точности то по факту нет это просто ужас какой-то так у нас еще и проблемы с броней огромный лючок на башне и корпус очень дырявый брони в принципе очень мало волбу там 200 с хвостиком можно найти конечно но когда такой огромный лючок какая разница какая там броня во лбу башни так она еще и далеко не самая толстая многие будут просто в лоб башни пробивать мне кажется этот танк ужасный все во первых там нет стабилизации я ненавижу танки с плохой стабилизации она здесь крайне ужасная очень долгая перезарядка четырех снарядов с альфой 360 на девятом уровне да зачем она вообще надо мне кажется этот танк полная туфта очередной слабый прям танк 9 уровня это лично мое мнение как игрока я конечно же на пресс-аккаунте этот танк покатаю покажу вам если его нам дадут если будет такая возможность я его вам покажу на стриме но брать этот танк я лично как игрок не хочу даже ставку не буду делать нафиг надо следующий танк 2 сентября тоже с 12 по час мск можно будет ставить ставку свою это у нас т-42 прям танк восьмого уровня американский средний он тоже слабенький минимальная ставка у нас 15 миллионов серебра если у нас на pl7 у нас 20000 золота где люди будут брать столько золота после конструкторского бюро видимо в при магазине покупать золото сейчас подешевле поэтому налетай то серебро нужно фармить внимание вопрос 15 миллионов серебра на слабый прям танк зачем тратить вы на слабом прям танке отфармите 15 миллионов серебра он же не окупится вообще в принципе даже на сильном прям танки это сколько нужно боялся раз чтобы отфармить 15 миллионов серебра а еще и на слабом танке я не знаю я лично бы этот танк не взял бы себе даже за 10 миллионов серебра на я бы за 5 подумал но за 15 нафиг надо он же слабый на канале есть стрим как я на нем играл танк просто ужасный сейчас конечно набегут какие-то коллекционеры или еще какие-то люди которые скажут что за серебро нормально в линии фронта пойдет всегда найдутся люди которые в любой танк куда-то пойдет у меня практически все танки в игре которые присутствуют есть на моем основном аккаунте и этот танк гораздо ниже среднего все поэтому ничего не могу здесь вам рекомендовать думайте сами танк просто слабенький ну и 3 лот 3 сентября тоже с 12 мск по час ночи можно будет ставить ставку и минимальная ставка у нас будет 15 тысяч золота третий лот у нас vz 111 модель 6 это единственный на мой взгляд интересный танк из всего этого аукциона трехдневного с тремя лотами что можно вкратце сказать про этот танк корпус у нас уже понятный vz 111 такой же как и на восьмерке и на девятке китайских тяжей башня у нас очень сильно похоже на чехословацкую башню 9 уровня от тяжа на щеках экраны очень крепкая лобовая броня очень малюсенький лючок 200 миллиметров который даже мышкой тяжело навестись 8 радуса уэна это конечно не сильно прям великолепно но это достаточно 8 это нормально конечно хотелось бы 10 но крепкая башня хотя бы есть такая отмазка почему не 10 также у нас альфа 360 пробить и основным снарядом 218 специальным 290 специальный снаряд у нас кумулятив а вот основной снаряд под калибр если под калибр и я не люблю аккумулятивы люблю но у каждого снаряда свои особенности и тут уже сами думаете что вам нравится что нет также дпм 2187 точность 038 сведения 2 и 6 стабилизация от движения корпуса и поворота 023 от поворота башни 012 то есть стабилизация у нас от движения корпуса так себе от поворота башни нормально кстати утел всем тоже стабилизация порота башни нормальная но как это ему поможет если все остальное в танке ужасно я не знаю здесь хотя бы у нас увз 111 модель 6 и башня крепкая и уэны 8 градусов максимальная скорость вперед 40 удельная мощность 13 с половиной пробитие как для восьмого уровня хорошая то есть в танке хотя бы есть от чего оттолкнуться также в бортах у нас экраны не сильно крепкий лоб корпуса но если играть через холмики то щучь и нос танковать будет но самое главное играть на этом танке от башни поскольку это самое крепкое у нас место и пробивать ее тяжело самое тонкое место во лбу башни которую у нас есть это 290 миллиметров там может под какими-то углами можно максимум найти там 288 и на восьмом уровне это ну хорошая броня единственно что у нас есть лючок их даже два но они настолько малюсенькие что один лючок один миллиметр высотой а другой там два максимум 3 миллиметра туда даже навестись тяжело если мы будем выше врага или играть через рельеф то эти лючки даже видно не будет и это хорошо но если враги будут выше нас или мы будем просто ровно стоять то лючки видно будет когда-нибудь в не да будут попадать хоть и не малюсенькие и это единственный интересный танк среди всего этого аукциона но минимальная ставка на vz 111 модель 6 это 15 тысяч золото а 15 тысяч золото это до 2340 рублей это в принципе обычная цена прим танка 8 уровня плюс минус можно ли vz 111 модель 6 назвать им бой я думаю что нет но достойным нормальным прям танком выше среднего да если у вас есть имбовые прям танки 8 уровня нужен ли вам этот танк да не особо да он может быть для разнообразия вашу коллекцию танков нормально зайдет но прям необходимость какая-то вне такого нет если у вас нету хороших прям танков то вполне себе этот нормальный прям танк вот такие танки приятно коллекционировать когда на них еще и можно будет поиграть поскольку он нормальный хороший у него есть от чего поиграть очень крепкая башня он нормально едет хорошее пробитие можно серебра пофармить это хотя бы похоже на прям танк в отличие от двух предыдущих вот это танки могу порекомендовать но цена конечно такая кусучая поскольку 5000 всего лишь и будет на аукционе и 5000 это маловато за золото конечно их будут тяжело разбирать но я более чем уверен что именно vz 111 будут разбирать больше всего поскольку все скажут что он нормальный поскольку это очевидно это единственный нормально здесь танк в этом аукционе поэтому спрос с него будет скорее всего больше всего если в остальных танках я не уверен что их разберут кто будет разбирать 10000 т42 за 15 миллионов серебра я не знаю кому нужен тл 7 этот он просто но супер слабый а вот этот нормальный в принципе вот такие мои выводы по этому аукциону сейчас вкратце еще расскажу как работает в целом аукцион с 12 часов мск днем мы начинаем ставить ставки и в час ночи в час мск заканчиваем все это время мы видим среднюю конкурентную ставку минимальную ставку и можем понять какую ставку нам ставить также еще видно сколько их уже поставили чтобы понимать разбирают эти танки или не разбирают мне нравятся такие аукционы поскольку не надо рано утром куда-то там вставать быстро спешить за 0 секунд вводить кучу миллиардов ресурсов чтобы успеть какой-то там танчик взять какой-то там циферка и так далее здесь все понятно прозрачно очевидно в удобное время и она продолжительная в общем она удобно сделано для людей если вы поставили ставку и она не сыграла вы не получили танк кто-то поставил больше то вам все вернут если ваша ставка сыграла то вы получите танк назад она возврату не подлежит также если вы поставили минимальную ставку и с кем-то тоже совпало то будет получать танк тот кто поставил раньше по времени в общем такие выводы у меня по аукциону в принципе если его пропустить то ничего страшного в жизни не произойдет два танка вообще не нужны ни для чего разве что для каких-то там коллекционеров один танчик вполне себе играбельный но вряд ли он будет прям супер имбой поскольку у него ну альфа 360 обычный дпм корпус далеко не самый бронированный единственно что башни танкует хорошо у меня честно говоря золото вообще после конструкторского бюро нет вообще и вряд ли я что-то смогу взять из этого всего хотел бы взять себе в за 111 модель 6 но я так на него смотрю ну танк и танк чего-то прям сверх такого-то интересно в нем нет конечно хотелось бы взять но не за 2300 рублей было бы золото можно было бы взять такое ощущение у меня уже каждый год складывается что конструкторское бюро пропускаешь и за ним сразу нормальные мероприятия проходят где и надо тратить золото и это уже далеко не первый год так происходит что именно от конструкторское бюро это вот то что нужно реально пропустить чтобы потом по кайфу набрать то что надо вот такое мое мнение про аукцион пишите свое мнение в комментариях с вами был арчи карате красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачи пока 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 пока